Ну что, сладенький, Оби-Ван на Дисней Плюсе вышел буквально вчера, ну и кал. Я начинаю смиряться с мыслью, что подавляющее большинство людей уже просто сдались. Самые прозорливые сдались еще тогда, когда машина только начала разгоняться, перед тем, как она замедлилась, потому что они решили пересмотреть взглядную франшизу и в итоге пришли буквально к тому же самому, только теперь больше в сериальном формате, потому что это дешевле относительно тех дивидендов, которые они получают в ответ на свою, откровенно говоря, не самую большую инвестицию в мире, если мы смотрим на ценники, по которым какой-нибудь Microsoft покупает какой-нибудь Activision, но все-таки 4 миллиарда денег это тоже не так уж и мало. Я думаю, что они себя сейчас чувствуют замечательно, когда производят подобный черпотреб, и люди его, в принципе, хавают более-менее за обе щеки. И когда я говорю более-менее, я имею в виду, что они все еще видят там очевидные проблемы, большое, очень-очень большое количество очевидных проблем, одна из них, например, всем тем, кто занимался этим сериалом, было абсолютно насрать на то, что они делают, но они больше ни на что другое время тратить не хотят, или, может быть, просто у них нет альтернативы. Ну, вышло, почему бы не посмотреть, я знаю, кто такой Оби-Ван, я знаю это название. Замечательно. Очень хорошо. Актерская игра у главных героев замечательная и оправдала мои ожидания. Я очень надеюсь, что это пишет бот, потому что, если это пишет живой человек, то, чел, твои ожидания слегка занижены, на жизнь прежде всего. Честно, не знаю, с чего начать даже. Ну, давайте начнем с того, что я же говорил, я предсказывал, что именно так все и получится. Ну, ладно, может быть, не именно так, просто когда я еще не открыл сериал, но уже краем глаза посмотрел некоторые сторонние отзывы без подробностей, то заметил, что все там пишут, что все мои ожидания и предсказания, которые я высказывал в своем видео про трейлер, сбылись. На самом деле, они кайны сбылись. Ну, где-то 50-50 примерно. Пока что еще. У меня есть подозрение, что скоро мы дойдем и до реализации моих личных опасений. Все к этому пока что идет. Но, если вы хотели бы читать мои оперативные отзывы о том, что я смотрю, кстати говоря, про последующие эпизоды, все это будет выходить в телеге, вы можете это сделать в телеге. Ну и, кал, это, наверное, самая емкая фраза, которой происходящее можно описать. Я не знаю, как можно относиться к... Не то, что даже этой вселенной, как к ней относиться халатно, я знаю. Потому что к ней относились халатно, давайте называть вещи своими именами, с того самого момента, как она появилась. Точнее, будем сказать, с того самого момента, как появились сторонние материалы по расширенной вселенной. Потому что давайте, опять же, будем честны друг с другом. В расширенной вселенной той самой, Олдовой, еще там из 90-х, 80-х, в ней тоже было достаточно много параши. Откровенной сране, которая, ну, просто ни к голове, ни к заднице. Сейчас она не то, чтобы стала больше в количестве, она сейчас стала просто более заметной, что ли. Из-за того, что у нас есть интернет, из-за того, что у нас есть моментальная связь, из-за того, что у нас есть социальные сети, которые всячески раскручивают абсолютно любую машинальную, вот по щелчку, произведенную в голове реакцию. И, соответственно, кажется, что витриаля и чистый вэхейт вокруг гораздо больше, чем раньше. Хотя, по факту, это не так, на мой взгляд. Но, в любом случае, причины ему появляться откуда-то берутся. В случае с Киноби, я думаю, самый иллюстративный кадр, который идеально описывает то, что я имею в виду, это открывающая сцена. Одна из открывающих сцен при Казе 66. Просто обратите на нее внимание, да, посмотрите. Ну, вот этих абсолютно неважных для сюжета, по крайней мере, на данный момент детишек, которые стоят в своих дебильных шлемах, зачем-то тренируются, делают тайчи ради, я не знаю, ради чего. И вот, казалось бы, все идет нормально, да? Просто сцена идет. Внезапно врываются тогда еще не штурмовики, а клоны. И камера начинает трястись, как угорелая просто абсолютно с нихрена. Просто так. Потому что Дебора Чоу, или как там эту режиссера, режиссерку, извините, пожалуйста, за мою непрогрессивность зовут, посчитала, что так будет более интенсивно. Это ни с какой точки зрения не оправдано. Ни с логической, ни с какой-то художественной. И просто если камера внезапно начинает трястись ради нихрена, то это придает теншина. И примерно так проходили мои час-двадцать минут просмотра первых двух эпизодов, пока что вышли только они. Ты смотришь на довольно нейтральное, очень странное по тону действия, не слишком веселое, не слишком депрессивное, а просто какое-то нейтрально непонятное в ожидании того, что сейчас произойдет что-то, что пробудет в тебе жизнь, потому что ты же не приквелы смотришь. Ну, в самом-то деле правильно, наверное же они усвоили свои ошибки. И помимо того, что просто начали везде использовать живые сеты и живые пропы, и стараться не рассчитывать на CGI, во-первых, из-за ценников, а во-вторых, потому что все критиковали именно эти два аспекта, поэтому они их починили и на этом, в общем-то, закончили. Да, кому нужен хороший текст, когда ты исправил вот эти вот две вещи, правильно? И вот в ожидании того, что сейчас начнется что-то нормальное, ты получаешь лопату говна в лицо. Ты смотришь вторую открывающую сцену, где инквизиторы идут в очередной, сука, раз по Татуину, ну, потому что у нас нету других планет в этой вселенной, ну, ладно, здесь это хотя бы логически оправдано, потому что Оби-Ван там живет. Ты видишь этот довольно забавный грим на Гранд-Инквизиторе, который, кстати говоря, мой любимый актер буквально во всем этом действии, я даже без урони и говорю, он играет где-то на уровне... где-то на уровне Майкла Шина из «Последних сумерек», да, когда он понимает, что это абсолютный фарс, вокруг него творится, и, в принципе, никто его не уволит, он свой чек уже получил, поэтому он позволяет себе угорать, переигрывать, и на выходе мы с вами получаем... Ну, помните, этот классический сцен. И вот, казалось бы, все нормально, да, они заходят в кабак, они начинают допрашивать бармена, ну, что-то происходит, да, какое-то вот напряжение, как будто бы сейчас произойдет. На деле его не то чтобы много, потому что, ну, сцена довольно хорошо освещена, и эти ребята выглядят откровенно неугрожающе, особенно наша новая главная героиня в сериале, которая называется «Оби-Ван Кеноби», «Не дайте себя обмануть, Оби-Ван здесь», ну, чисто постольку-поскольку. В первых двух эпизодах его оказалось много, в отличие от моих предсказаний, здесь я ошибался, я признаю, но еще не вечер, дорогие мои, все идет к тому, что его станет гораздо меньше, в отличие от вот этой вот замечательной, замечательной, амбициозной, сильной, независимой женщины. Она настолько сильная и независимая, что я, давайте сразу, кстати говоря, буду вам все спойлерить, да, спойлеры там, все дела, если вы смотрите дальше, сами виноваты. Во втором эпизоде она убивает Гранд Инквизитора, по крайней мере, это выглядит так, как бы вот она это сделала, я предположу, что нет, потому что, ну, по канону, вроде как он все-таки в повстанцах умер, если я ничего не путаю. Где-то он точно умер до этого, или после этого, как это по хронологии происходит. Точно не могу, короче говоря, здесь ему умирать вроде как не положено, да, но это только верхушка айсберга, дорогие мои, мы еще с вами на паркур от нее посмотрим, который никто не просил. И вот вроде все нормально, да, вроде все нормально происходит, появляется, они находят джедая, которого искали, не того, о котором вы подумали. Такая вот обманочка, такой вот подъеб в подъебе, понимаешь ли, потому что на Антуин прилетели, кто там сидит? А нет, нет, они не того искали, ну, вы же не догадаетесь, правильно? Она начинает на него гнать, она начинает на него бычить, остальные против этого выступают, потому что они хотят его допросить, а она хочет его просто прирезать. Останавливает, понимаешь ли, они ее останавливают от того, чтобы она его прирезала. И это заканчивается тем, что он убегает. Как именно он убегает? Он сбрасывает на них шторку, и они не бегут за ним втроем, челы, которые вроде как и силой владеют, и умеют бегать на своих двух ногах. Он просто пропадает из кадра в итоге, после того, как сбрасывает шторку. Это то, как весь этот сериал снят. Я, кстати говоря, сразу напомню, если вдруг кто не смотрел в титры, Джона Фавра и Филони здесь даже близко не стояло ни в продюсерах, ни в режиссерах, нигде. Зато стояла Кейтлин Кеннеди, которая пока что никуда не собирается. Несмотря на многочисленные слухи о том, что кто-то там собирался ее увольнять, никого не увольняют. Это все была неправда. Поверьте, она оттуда не уйдет теперь никогда. Если только по собственному желанию, или если она профукает слишком много денег, но я не верю, что это произойдет. Можете рассчитывать на то, что она уедет на летние каникулы в какой-то момент и пропустит хотя бы парочку проектов. Это могло бы нам помочь, как раз лет скоро. А раз скоро лето, то и вам, дорогие мои булочки, тоже пора заниматься летними вещами. Обновлять свой гардеробчик, например, не знаю, там, свеженькие очки докупать, кому-то плавки, если вы на море собираетесь. И делать это лучше всего с офигенской дебетовой картой Тинькофф Блэк. Особенно, если у вас есть вот эти вот зачетненькие дизайны с Риком и Морти. И вот вы спросите, а в чем прикол? Во-первых, если оформлять карту по ссылке в описании, то ее обслуживание будет бесплатным навсегда. Во-вторых, камон, ребят, это же Тинькофф. До 15% кэшбэка на 4 категории трат, которые можно выбирать каждый месяц. До 30% кэшбэка за покупки у партнеров. Список постоянно обновляется. Кэшбэк приходит настоящими рублями. Доход до 7% годовых, на остаток которые приходят каждый месяц. Доступны бесплатные переводы с карты на карту и по номеру телефона. Наличные можно снимать также бесплатно в банкоматах. И самое главное, крутые стикеры в подарок. Торопимся, булочки. Предложение ограничено по времени. Нажимаем на ссылку в описании и забираем свою карту с бесплатным обслуживанием. Ну раз начали за монтаж, давайте продолжим дальше. Я могу понять, почему в первом эпизоде он настолько тягомотный. Он реально чувствуется очень растянутым. Настолько, что хронометраж у серии в итоге получился где-то 52, по-моему, минуты. В то время, как у следующей серии он где-то 38 минут. Ну, считайте, плюс десятка, как минимум, плюс пятнашка даже. Очень много видно кадров, когда Оби-Ван просто ходит по пустыне. Наверное, самое очевидное, это вот кадр его представления. Вся сцена, наверное, вся продолжительная сцена его представления. Когда он сначала работает на заводе по резке мяса в каком-то непонятном открытом цеху. Но эта сцена нужна прежде всего для того, чтобы показать, как бедные люди страдают, их бьют. А он ничего не может с этим сделать, потому что он скрывается. Я в этот момент могу думать только о двух вещах. Во-первых, почему живые мясные люди режут мясо вместо того, чтобы дать это машинам на какие-то странные, но очень аппетитно выглядящие кубики надо отдать им должное. Это раз. Их тут довольно много. Это просто выглядит странно. Я не уверен, что именно они здесь делают. Я уверен, что лороведы сейчас в комментариях мне объяснят, почему идет, ничего не понимаю. Большое спасибо за комментарии. И второе, о чем я могу думать, это почему они режут мясо в пустыне под открытым небом, где вокруг куча песка, который наверняка от любого порыва ветра начинает на это мясо лететь. Но хорошо, эта сцена занимает довольно много времени, больше, чем она по-хорошему заслуживает, но она показывает, зачем она существует. Она показывает, что Тоби-Вану очень тяжело от того, что он скрывается. Он должен скрывать свою сущность, он не может помогать людям. Потом он идет к верблюду, извините, к космическому верблюду, которому он стрелил кусочек жрачки. Да, он кормит верблюда. Потом он очень медленно идет по пустыне на этом верблюде к себе домой. Это все занимает суммар... Сколько эта сцена продлилась с самого своего начала? Ну, где-то вот на 11-й минуте мы начинаем. И диалог первый у нас с ним происходит где-то минуте на 16-й. То есть в районе 5 минут нашего времени потратили, чтобы он просто дошел с работы домой. Это я могу понять в первой серии, и во второй этого не повторяется, за что мое почтение. Потому что нам нужно показать его жизнь. Нам нужно, так сказать, войти в общий тон его существования. Вот этого вот тягомотного, тяжелого, когда он должен пассивным быть, ничего не может сделать. И, собственно говоря, заканчивает все это тем, что он выкупает игрушку, которую он потом подарит Люку. Потому что, конечно, нам нужно в этом приквеле... А это же приквел, я напоминаю, да. В каждом приквеле должно быть... В каждой серии, если мы говорим про сериал, должно быть как минимум одна сцена. Как минимум одна штука, которая потом появится в фильме, да, которую вы помните из фильмов. Вот вы же наверняка задавались этим вопросом, правильно? Вы же наверняка, когда смотрели «Новую надежду» и увидели там вот эту сцену, когда Люк, короче, сидит и гоняет этой игрушкой с шаттлом туда-сюда, вот так вот, пока Трепео принимает ванну, или когда там это было, вы наверняка задавались вопросом, откуда же он взял эту игрушку? Я хочу знать, откуда он взял это. Наверняка это было что-то важное. Это же не могла быть просто какая-то фигурка, которую он купил на гаражной распродаже, когда выбирался на радиорынок в город или типа того. Не, нихрена, это должен был быть подарок от Туби-Вана к нему, понимаете? Тайный подарок, который ему потом Оуэн кидает под ноги, мол, не лезь, не лезь к моему, теперь понимаешь ли, сыну. От тебя одни проблемы, вот это вот джедайское твое отродье. Мне, кстати говоря, нравится. Мне нравится диалог, который у них на этой почве случается. Когда он говорит, что ну мне же нужно знать, как он себя чувствует, если у него появятся способности, мне нужно его тренировать. Ты же понимаешь, Оуэн, у нас же был уговор, Оуэн. Ты же сам понимаешь, в конце концов. При этом в буквально предыдущей сцене, почти предыдущей сцене, не считая Леи, потому что Лея там тоже есть, мы до нее доберемся сейчас. Он встречает того самого беженца, который убежал от инквизиторов, сбросив на них шторку, и говорит ему, что наше время кончилось. То есть забей, езжай куда-нибудь в город, живи спокойно, не высовываясь и просто доживай свою жизнь. То есть он как бы... У него как бы есть план, которого придерживается лично он, ну или надежда, так сказать, последняя, но в других он эту надежду не вселяет, потому что... Ну кому нужна помощь в такие тяжелые времена в самом-то деле? Ладно, хорошо. Допустим, мы предположим, напишем сценарий за сценаристов, собственно говоря, предположим, что он просто не хочет связываться ни с кем на стороне в надежде на то, что они просто тихо посидят и как-нибудь проживут свою жизнь, а вот мы их сами с Йодой спасем, и у нас все получится. Звучит как полная срань, но там такого много, можете мне поверить на слово. Но я отвлекся, извините. Так как это приквел, у нас постоянно должны подниматься вот эти вот мелкие моменты, которые были в оригинальных фильмах просто эпизодически, мельком, и вообще ни на что не влияют. Иногда это даже просто рандомно сказанные какие-то фразы, которые актер придумал на месте, типа про 12 парсеков, до которой нам нужно было полфильма соло объяснять в итоге, что он имел этим в виду, для того, чтобы в этом был смысл. Но на мой личный взгляд это не так важно. Я понимаю, что это прикольно, наверное, в головах у людей это вызывает моментальный машинальный выброс эндорфинов, когда они видят на экране что-то, что они узнают мельком из оригинального фильма, и они думают, о, я узнал эту штуку, это круто, я понял. Этот момент реализации заставляет людей чувствовать себя счастливыми. На мой взгляд, просто не совсем правильно базировать на этом, сука, целый сериал. Здесь это достаточно стабильно происходит. Я бы не сказал, что прям давяще, но вот эту, например, игрушку тебе буквально кидают в лицо. Но потом, это поначалу, да, но потом ты понимаешь, что, нет, я вам на самом деле соврал, буквально весь сериал существует ради вот этой маленькой цели. Ради того, чтобы объяснить, по сути, то, почему в одной из первых сцен, вот этой вот классической «Помоги мне, Оби-Ван, это моя последняя надежда», откуда Лея знает Оби-Вана? Это то, ради чего этот сериал вообще есть. А она не просто есть в этом сериале, она буквально второй главный герой. Понимаете ли, как бы вам объяснить, почему она не просто здесь есть, не просто почему у продюсера была дочка, которой нужно было выдать какую-то роль, несмотря на то, что она не выговаривает слова нормально, ее физически тяжело слушать, потому что ты не понимаешь иногда вещи, которые она говорит, но при этом говорит она такими диалогами, как будто ей 30, сука, 5, и она адовый философ, но мы сейчас до этого доберемся, да? Она там есть главным образом потому, что создатели посмотрели на Last Fuzz какой-нибудь, на все похожие тренды, там, не знаю, Логана в конце концов, и они смекнули. Так, значит, наша основная целевая аудитория это лысеющие 35-40-летние бумеры, у которых уже у самих есть семьи-дети, да, и которые любят вот этот вот тематический контент про батю и дочку, да, которые куда-то идут. Вы замечаете, как редко встречается контент про маму и дочку или про маму и сына, да? Вот у нас было это «Я краснею», это буквально единственное, что я могу вспомнить сходу. Наверняка было еще что-то похожее, но, опять же, сам факт того, что вам нужно время, чтобы вспомнить хоть что-то, кроме одного, это уже о многом говорит, да, в отличие от кучи контрпримеров с мужской стороны. Это происходит по одной очень простой причине, потому что эти продукты делаются ради целевой аудитории. Целевая аудитория Звездных войн сейчас это лысеющие 35-40-летние бумеры, у которых есть свои дети. Соответственно, им нужен контент, который апеллирует к ним на эмоциональном уровне. Какой контент к ним апеллирует? Это, ну вот, пожалуйста, батя и дочка, да? Они еще пока что не встретились в первой серии, но вы уже понимаете, к какой именно фигуре я веду, по аналогии с тем же «Ластуфасом». Это такая сесси-девочка, которая не принимает дерьма в свою сторону, которая тоже по-своему сильная и зависимая, несмотря на то, что она еще мелкая, не дает себя в обиду, она очень умная, между прочим, она всех раскатывает просто как на рэп-баттле по фактам, а потом она ведет себя как конченая дебилка, которой не просто 10 лет, а которой лет, не знаю, может быть, 10 месяцев по умственному развитию, но это нормально, это можно. И можно ей это потому, что, подводя, так сказать, к кульминации темы монтажа, все, что в этом сериале происходит, происходит просто потому, что должно. Не думайте о том, как оно происходит, не думайте о логике происходящего, просто смотрите за тем, как одно действие следует за другим, и не задавайте вопросов ни к чему. И тогда, может быть, вы получите удовольствие, в любом случае, получите удовольствие ироничное, ироничное удовольствие здесь можно получить очень много, уж поверьте мне. Но так, по крайней мере, ваш мозг не закипит от попыток хоть какую-то логику включить, хоть какую-то рациональность, сука, в эту ситуацию внести на самом базовом, примарном уровне. Забегая, например, во второй эпизод сразу. Вы, мёртво уткнувшись в экран, смотрите на то, как Оби-Ван ходит по гигантскому мегаполису без маски, никаким образом не пытаясь прикрывать своё лицо, хотя я могу только предполагать, что у спецслужб, которые там буквально на каждом шагу должна быть его фотка в какой-нибудь базе, в своём шлеме или типа того, они должны примерно представлять, как он выглядит. Ладно, учитывая то, что там всех клонов по канону сменили на просто рекрутов, они, может быть, не помнят его с военных дней, но там есть сцена, где один из старых клонов с гигантской бородой сидит и просит милостыню, не очень там показывается, узнал он его или нет, но хорошо, об этом мы думать не будем. Просто сам факт того, что он никаким образом не пытается прикрыть своё лицо вообще, чисто ради банальной безопасности. Он это делает, он находит индуса из Вечных, который играет, я так и не понял, союзника и не союзника, потому что там есть одна сцена, когда он говорит, нужно добраться до него первым, когда на Оби-Вана объявляют охоту, после того, как сам Оби-Ван его немножко так подбил, но он, видимо, это хорошо принимает, при том, что сам он как бы только джедаием притворяется, сам он к Ордену не относится, я не очень понимаю его мотивации, но это неважно, потому что в итоге наша новая главная героиня, чёрная, сильная, независимая женщина, прочитает его мысли, но она при этом не могла прочитать мысли напрямую всех остальных челов, когда искала его до этого на Тутуине, потому что это стало нужно сейчас. Понимаете, к чему я веду, да? Теперь, когда это нужно, чтобы это произошло, это произойдёт. До тех пор, пока это не нужно, это не произойдёт, потому что оно нужно именно сейчас, а тогда оно нужно не было. Или вот, например, когда Лея перестаёт Оби-Вану доверять, после того, как он буквально спас её, сука, и он буквально единственный, дружественно настроенный чел к ней вообще во всём этом городе, на этой неизвестной планете, после того, как оказывается, что он не сказал ей правду, логически можно додумать ради того, чтобы, ну, ей это просто знать не обязательно, потому что за ними охотятся, там все дела, она на него злится и убегает в толпу гопников, например. Я напоминаю, что Лея здесь, ей 10 лет, я об этом ещё не сказал толком, но вот сейчас рассказываю, ей 10 лет, и она говорит зачастую, не всегда, да, но она переключается от одного к другому, она говорит зачастую либо стандартными написанными взрослым диалогами, которые явно, что ребёнок так не разговаривает, дети так никогда не говорят, но это мы привыкли, ладно, это нормально. У нас не так много контрпримеров хорошо написанных детей, типа там Атрея из Года Фора какого-нибудь, но это хороший пример, да, единственный, который я могу вспомнить сходу. И иногда она переключается на диалоги, которыми разговаривают 40-летние стримеры-философы, да, когда хотят прослыть перед своей аудиторией экстремально умными, да, когда вот ей, например, пытаются какую-нибудь шнягу сказать, как она вот в первом эпизоде говорит со своим двоюродным братишкой, который немножко постарше, я ей 10 лет, говорит, я напоминаю просто. И совершенно стандартная сцена происходит, как говорит, я настоящий аристократ, а ты вообще приёмная, ты вообще срань, что ты понимаешь, вот я, да я такой, да я сякой. Но так как она сильная и независимая в свои 10 сук лет, да, она, естественно, должна раскатать его по фактам. Она ему выдаёт диалог про то, что ты просто хочешь удовлетворить своего отца, ты никогда не принял ни одного решения в своей жизни, это пятое-десятое. Ну, вы знаете, вот это вот классик, да, это то, как 10-летние девочки, которые едва могут выговорить слова, разговаривают друг с другом, да, они достаточно умные для того, чтобы составить психологический портрет своего собеседника и раскатать его не просто по фактам, а так, что он просто навсегда заткнётся, при этом он, естественно, белый мужчина, потому что кого ещё она здесь будет раскатывать, правильно? Для этого она достаточно умная. А для того, чтобы не сбегать от единственного, дружественно настроенного к ней человека на неизвестной планете в толпу гопников, от её буквально единственной надежды на хоть какое-то спасение, потому что её чувства немножко обидели, для этого она недостаточно умная, но как-то вот у неё это просто в голове сочетается, я уверен на самом деле, что это просто такой тонкий комментарий, да, это отсылки, я знаю, это отсылки, понимаете, это художественная, это очень тонкая литературная аллегория, которую поймут только зрители с невероятно высоким IQ. На самом деле, Добора Чоу нам здесь в некотором смысле показывает свою версию, свою интерпретацию цветов для Элджернона, да, ну помните, классическое произведение абсолютное про гения, искусственного гения, который остался всё ещё эмоционально на уровне умственно отсталого ребёнка, да, но из-за того, что из эксперимента у него возвысился интеллект, но эмоционально-то он всё ещё ребёнком остался, и здесь то же самое происходит, то есть она, как бы, маленький супергений и обожает изобретения, но в то же время ей буквально 10 месяцев, и у неё нету никакого инстинкта самосохранения, это нормально, это именно так и работает, дорогие мои, это именно так и работает, я правда не знаю почему, но, к счастью, вам не придётся думать об этом слишком сильно, потому что потом вы снова начинаете смотреть «Нагибал я его в рот монтаж», как Антон Филинов это дело называет, в вот этой вот замечательной сцене, когда за ними охотятся, собственно говоря, охотники за главами, да, они по нему стреляют, он отстреливается, и тут вот она на стой момент, когда она падает с крыши, всё, ему нужно применить силу, вот он не хотел этого делать, а теперь он её применяет, да, она как раз за сцену до этого спросила у него, может ли он сделать так, чтобы человек полетал, ну-ка давай, отправь меня в полёт, короче, это такое вот маленькое ружьё Чехова, да, которое водится за 10 минут до того, как оно понадобится, опять же, по классике, очень тонко, это для высокоинтеллектуальных зрителей делается, вот он заставляет её, значит, находясь на крыше в этот момент летать, аккуратно её опускает, очень аккуратно, чтобы она не разбилась, всё нормально, всё хорошо, ну и держит, 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 потом он её аккуратно опускает, ситуация, ситуация спасена, люди смотрят, вот он её аккуратно опустил, находясь всё ещё на крыше в этот момент, и телепортируется вниз, просто так, берёт и телепортируется вниз, и опять же, это можно объяснить тем, что он сделал джедайский прыжок какой-нибудь, но то, как это нарезано, ни хрена не выглядит, как джедайский прыжок, это выглядит так, Как будто он вот только-только ее опустил Он еще не успел отдышаться Он еще не успел даже голову поднять И тут же он моментально телепортируется за угол Чтобы выбежать из-за угла Как будто одну из этих сцен переснимали уже постфактум По какой-то причине, я не знаю по какой Или просто потому, что этот монтаж полная срань Который ставит действия в последовательности так Чтобы они происходили просто потому, что им нужно сейчас произойти Это и по логике сериала происходит И в монтаже, собственно говоря, это тоже отражается А именно отражается подход к делу Какая разница, и так схавают Ну к этому моменту они все уже просто добитые собаки То есть люди либо сдались и не смотрят эту срань в принципе Либо они сдались и смотрят ее потому, что Ну хей, это сериалы там написаны, звездные войны Почему бы и не посмотреть в самом деле Я смотрел книгу Боба Фетта, дальше-то уже хуже Просто уже быть не может, я имею в виду Нет, извините, может Мои любимые моменты в подобного рода произведениях Спорных, скажем так Это моменты, которые честно дают тебе понять На что ты подписался Которые честно дают тебе понять, что тебя ждет дальше И ты, соответственно, можешь принять решение Тратить ли тебе на это свое время дальше или нет Если ты принял решение свое время тратить То пеняй на себя Это исключительно твоя вина и больше ничья Замечательная вот уже везде обсасанная сцена Погони за леей охотниками за головами Которая... Она прекрасна по-своему Она прекрасна со всех точек зрения С точки зрения монтажа, с точки зрения постановки С точки зрения... Ну ладно, декорации сложно говорить Учитывая то, что они просто сняли это на какой-то рандомной опушке Но представьте себе просто на месте актеров Да, вот актеров, которые играют эту маленькую роль Одного из них даже со словами Вас ставят на сет и говорят Это будет сцена, когда вы гонитесь за ребенком Вам нужно ее сначала не поймать, а потом поймать Типа она от вас убегает Они такие, хорошо, а как мы это будем делать? Добора что говорит, в смысле как? Она говорит, ну наверняка вы придумали какие-то прикольные фишки С тем, что она постоянно в этот лес выбирается Соответственно, она его, допустим, хорошо знает То есть она, может быть, будет прятаться в каких-то ямах О которых она не в курсе Может она будет куда-то прыгать Какие-то внезапные срезы делать Что-нибудь в таком духе Мы уж там не говорим про ловушках из один дома Давайте более-менее на приземленном уровне оставаться Но она будет делать что-то Она не будет просто бежать по прямой Из точки А в точку Б Пока три взрослых лба не могут Не могут ее поймать И стукаются о рандомную ветку Которую видели в метре перед собой Правильно? Это бы было невероятно, сука, дебильно Было бы невероятно, дебильно смотреть Как в одном кадре ее практически догнали А потом во втором кадре Она уже обратно от них отрывается Несмотря на то, что видимо Вот прям физически видимо Она бежит где-то раза в три медленнее, чем они Ну посмотрите на это Что происходит Она только что Она только что была перед ним А теперь она уже сбоку от него Примерно в двойном расстоянии От того, на котором она была только что Потому что Скажите это вместе со мной В этой сцене Она должна от них сначала убегать А потом они должны ее поймать в конце Типа это у нас такое напряжение идет Как это сделать логически Чтобы это хоть какой-то смысл делало Без понятия Ладно, этого чувака От того, что этого чувака Сострелить они не могут Куда-то у них, кстати говоря Делись бластеры с режимом На оглушение Которые были в Новой Надежде Но опять же Это типичная проблема И для фильма в том числе Так что про нее мы говорить не будем Да, это универсальная хрень Про нее все всегда забывают И опять же, смотрите Вот она стояла на месте Она сейчас стояла на месте И за ней никто не гнался То есть они как будто Оторвались у нее на 3 метра Она натыкается на этого чела Поворачивается направо И чел вместо того, чтобы потянуться За ней просто смотрит на нее и ждет Ну вы видели эту срань? Господи, как можно так снимать? Что это вот сейчас было? Просто посмотрите Оцените красоту этой игры Он просто стоит Он просто становится Потому что у него На кью-карде было написано Сейчас ты должен остановиться И не ловить ее Ты не мог Вытянуть руки, например Вот так вот попытаться потянуть Чтобы схватить ее как-нибудь Не-не-не Мы профессиональные охотники За головами Для такого не опускаемся Мы должны окружить ее И надеть на нее мешок И такого там полно Буквально Вот как каждая сцена Сука, плюнь и попадешь Везде происходит какая-то Подобная шняга Ощущение складывается Что кто-то Я уж не знаю Добора Чоу или кто Написали общую идею Для фанфика А детали додумывать Сказали кому-нибудь другому У кого будет время Времени ни у кого не было Поэтому детали походу Придумывали на сете У них был общий фанфик Окей, значит нам нужно Рассказать то Откуда Лея знает Оби-Вана И почему она в той Голограмме в новой надежде Говорила Помоги мне Оби-Ван Ты моя последняя надежда Как будто она знает его лично Мы не можем предположить Мы не можем предположить Что и батя просто про него Рассказывал и скинул ей Его телефон На случай Если все будет плохо Что-нибудь в таком духе Я не знаю Или просто он там Какой-нибудь тайный союзник О котором их семья знает И они просто были знакомы В какой-то момент времени Как можно было бы предположить Потому что это скучно Правда? Мы здесь историю снимаем Нет, это должна быть Грандиозная история Спасения Большого бати Эффективно бати Да, для нее И маленькой девочки Потому что это модно Сейчас это продается Потому что Ласт Фас И Логан И всякая такая срань Дитя человеческое Мы не считаем Это недостаточно мейнстрим Мы со своим куароном Вообще задолбали Окей Вот значит что Он должен по сюжету Сначала быть в отчаянии Потом его должны призвать К действию Потому что героический эпос Так работает Что сначала герой отрицает призыв А потом он его принимает Только обычно По героическому эпосу Он его принимает После того как случилось Какое-то потрясение После того как ему Больше нечего терять Что-нибудь в таком духе А тут это случается потому Что Бейл Органа Просто очень сильно Его попросил Но опять же неважно Короче он принимает Призыв к действию Отправляется Я не помню куда Это похоже на Наршаду Но это что-то другое Но это эффективно Наршада Какая разница Это планета мегаполис Где толпа гопников ходит Думайте они так Но вот там он находит Эту девочку И дальше вот все завертелось Что там дальше завертелось Мы посмотрим в следующих сериях И на них охотится Черная сильная независимая женщина Которая настолько независима Что она в принципе Я даже не удивлюсь Если это так произойдет Она в принципе В одноручку Сука Может раскатать Весь корпус инквизиторов Потому что она достаточно Сильная независимая Мы про нее никогда Раньше не слышали Она будет нам Понтоваться своим паркуром Она будет за ними гнаться В какой-то момент Она их нагонит И клепуйте Клепуйте сука Вот сейчас Вот мое предсказание Пока что мои предсказания Еще не сбылись Но надежда все еще есть Но они были достаточно близко Клепуйте еще одно Все закончится тем Что она похорошей Потому что сейчас она гоняется За Оби-Ваном лично Потому что Хочет с ним То ли какие-то счеты свести Короче он ей почему-то Лично интересен Явный намек На какое-то темное прошлое С потенциальным предательством Или что-то в таком духе Все закончится тем Что она найдет его Но не сможет их прирезать По какой-то причине Она похорошеет И в итоге будет там С собой жертвовать Для того чтобы их спасти Или просто отправиться Там в свое путешествие Восвоясь И короче она станет хорошей Там в светлую сторону Но перейдет Как угодно называйте Я так называть не хочу Я все-таки предпочитаю Думать об этой философии Как о чем-то более Более комплексном Что ли Чем о том Как это Дисней нам представляет Потому что я играл Во второй Котор Я очень высокоинтеллектуальный Высокоинтеллектуальный геймер Если вы не знали У меня очень высокий IQ Но это я сейчас Особо хвалиться не буду Не волнуйся Скорее всего Все закончится именно так Вот мое просто Маленькое предсказание А сейчас вы будете смотреть На то Насколько она невыносимо Сильная и независимая Потому что больше У нее ничего нет Пофигизм на персонажах Отражается как нигде еще Они абсолютно стоковые И написанные По учебнику архетипов Вот у вас должен быть Антагонист Который весь из себя Такой харизматичный Который не принимает дерьма Охотится за главным героем Сильно независимый Я еще много раз Видимый в этом видео Скажу Хотя и сам уже устал Как нам показать Что она такая Несмотря на то Что чисто по внешнему виду Она вообще на этот образ Не тянет И у меня есть предположение Что на нее не стали наносить Тонны инопланетного Угрожающего Злобного грима Потому что хотели Попонтоваться ее лицом Или почему Я не знаю Потому что она звезда Соответственно все должны Видеть ее лицо Потому что Голливуд Скорее всего поэтому Да правильно Как она должна провести Сцену допроса Рандомных людей Которые ее боятся Причем Судя по ее лицу Я не знаю Чего здесь бояться Она себя ведет Скорее как Пытающаяся понтоваться 16-летняя Какая-то черная девочка В школе Которая Ну знаете Она практически доходит До того Чтобы начать делать Эти эмоции Только она Отрезает Какой-то женщине Руку В начале Поэтому вы должны Считать ее угрожающей Она абсолютно Не тянет на какого-то Харизматичного злодея Она вообще Ни на кого не тянет Я не знаю Я не могу воспринимать Ее всерьез Откровенно говоря Но мне и не нужно Потому что мы с вами Уже знаем Чем она закончит Зато какой впечатляющий паркур Ну вы посмотрите На эту юную акробатку Она сначала толкает Силый стол Потом начинает делать Сальтуху Буквально с нихрена Ради того что Я не знаю Может быть это какая-то Популярная паркурная техника Чтобы приземлиться на крюш Там где-то три наверное Сцены с этим паркуром Как она спрыгивает Со здания Запрыгивает на здание Это снято Абсолютно ублюдочно Как будто бы Как бы это описано Это снято так Как будто Она держится На очевидных веревочках Которые тянут Ее вес за собой Но вы этих веревочек Не видите Да Но вы видите Что она явно Не пользуется Своим собственным весом У нее в пространстве Нету Никакого импульса И для того Чтобы создать иллюзию Как будто этот импульс есть Они взяли вот эти сцены Где они медленно На съемках Тянут ее за веревочки Чтобы сделать эту сальтуху А потом просто Ускорили их Сука вдвойне Или что-то в таком духе На монтаже Так снимают Наверное Индийское кино Точнее снимали Где-то в начале нулевых Или в девяностые Про Лею я уже рассказал вам По сути все Что вы должны знать То есть Она должна быть умная Но при этом Она должна вести себя тупо Для того чтобы сюжет случился Я не понимаю Как это должно объясняться Кроме того что Ну это сейчас модно Чтобы девочки были маленькими Но при этом сильными Независимыми Потому что Лиана Морманд Короче Она всем же понравилась В Игре Престолов Правильно И это же прогрессивно очень Если у девочек Будут такие ролевые модели Есть у меня такое предположение Это я конечно не могу Знать наверняка Да Я могу только предполагать Наверняка Знатокими сейчас пояснят Но Детям неинтересны Ролевые модели Другие дети Это по сути Та же самая шняга Которую Лукас Попробовал сделать В Призрачной Угрозе Когда сделал Маленького Энакина Ребенком Да Для того чтобы дети Тоже могли Могли себя с ним ассоциировать Там как-то ему сопереживать Вот все вот эти стандартные Кинокритические слова Которые вы постоянно слышите От каждого говорящего лба Но хотя Все в общем-то соглашаются Что по хорошему Ему здесь должно было быть Ну в Призрачной Угрозе Точнее Энакину должно было быть лет Ну скажем 14 может быть Да То есть должен был быть Такой подросточек Может быть не прям Старый подросток Ну который уже Во-первых Который может быть Отыгран актером Слова Чего здесь К большому сожалению Не наблюдается А во-вторых Для того чтобы он был Как-то чуть более Эмоционально состоящимся Да Ну чуть постарше Ребенок там Ну просто ни голове Ни к жопе был не нужен Здесь буквально Та же самая история Только они решили Повторить ее снова Ну ничему людей Опыт приколов не учат Но в любом случае К чему я это веду Когда я был мелким ребенком Я не обращал внимания На детей в фильмах Да Это мне было неинтересно Мне были интересны Шварц Который стреляет людям В лицо из дробовика Там Сталлона Который всех расстреливает Из М-16 Что-нибудь в таком духе Да Мне были интересны Взрослые крутые челы Которые делают крутые вещи Или Хорошо написанные персонажи Которые заставляют тебя Смотреть на них И интересоваться их историей Потому что история хорошая Я не знаю Как это у девочек работает Я к сожалению Или к счастью не эксперт Но вряд ли Они будут находить Это интересно Да вряд ли Они будут проникаться Этим образом Потому что она Умная не по годам По какой-то непонятной причине Это явно сделано Не для них Ну и в принципе Ее персонаж такой мелкий Не потому что Она должна к ним апеллировать Каким-то образом А скорее потому что По канону Ей сейчас столько лет Давайте не будем задаваться вопросом Как все эти персонажи Умудрятся постареть За 7 лет Примерно лет на 30 Или около того Я даже не хочу думать Об этом Это слишком больно Не суть Но главный пострадавший Это все-таки Оби-Ван На мой взгляд Из него сделали Конченого клоуна Начнем с того Что Эван Макгрегор Не хочет играть Он умеет играть Я знаю потому что Я видел как он это делает Но здесь он играть не хочет Ему то ли скучно То ли он не понимает Где он находится То ли ему просто насрать Может быть все это сразу У него реально постоянно Лицо Лица что называется Вот такое вот У него лицо Как будто он забыл свой текст И пытается прочитать Подсказки стиля суфлера Который постоянно Находится где-то в кадре Он постоянно смотрит Куда-то вдаль С таким вот томным взглядом Как будто он пытается Разобрать текст Типа что Что мне нужно сказать Нет Бэйл Джедайского ордена Больше нет Тебе нужно найти Кого-то другого Чтобы он тебе помог В него немножко На момент возвращается жизнь Когда он находит Лею И начинает пытаться Вести с ней диалог Но не сильно Но не сильно От него реально Исходит очень мощный вайб Того что он просто Отрабатывает свой чек И я в принципе В принципе его не виню Потому что из него Сделали конченого дебила Даже помимо Вот этого вот Маленького аспекта Про который я уже сказал Что он вообще Не пытается Прикрывать свое лицо Он постоянно ходит По людным местам Где его может Кто-нибудь узнать Что-нибудь Может произойти Что на него Потом в итоге Пришлют И натравят Кого-нибудь Типа там Те же Здесь он знает Что инквизиторы На него охотятся Он не пытается Даже какую-то Банальную маску Надеть Или что-нибудь В таком духе сделать Но второй эпизод Конкретно делает Из него просто Абсолютно конченого Беспросветного лоха Ладно он Доверяет Индусу Из вечных Разводили Но он типа Сразу его просекает Хорошо Здесь он еще Более-менее Интелекцию проявляет Но он потом идет По его наводке Его абсолютно не парит Эта наводка Да он так говорит Ну там знаете Стандартная тема Происходит в духе А какой у тебя есть выбор Да это твоя Единственная зацепка Он только Только когда он заходит На химзавод Он наконец На этом И то такое ощущение Как будто он это делает Только для того Чтобы защититься От химикатов Он заходит в цех Где он вообще Не знает как себя вести Когда с него Начинают спрашивать Кто он такой Вместо того Чтобы по-быстрому Их вырубить И например С применением силы Да Потому что в любом случае Его найдут Он начинает Их руками бить Зачем-то Я не понимаю Зачем он это делает Зачем он тратит На это энергию Когда он может Просто столкнуть их головами Друг с другом силой И на этом все закончится Ну ладно Ладно хорошо Это фигня Это фигня Он начинает Искать комнату Где якобы Лей находится По наводке Этого чела Я так понимаю Да Потому что он знает номер Он находит ее Вот он ее находит Он видит перед собой Фигуру В мантии И он Не чувствует Что это не человек Да Он не чувствует Что это просто кукла Какая-то муляж Он как Полный конченный Он как подросток В хорроре Сука Просто как конченный Деградант Подходит Заходит в комнату Подходит к ней Снимает с нее эту штуку И ему вообще пофигу Что он не должен Так делать Он должен Почувствовать Что это просто Кусок металла И его Умудряются После того Как он попался На эту разводку Сука Уровня Скубиду Его умудряются Пришить к стене Его по почкам Кошмара Кошмара Может сделать С мастером Джедаем Она может Просто взять И загнать Его в угол Когда она Прищучивает его В порту И говорит ему А ты что не знал Что Энакин Жив Все это время Был Ну ты лошара И он такой Сито боже Как же так Как же так Такое эмоциональное Потрясение Потом в следующей сцене Тоже оно будет Вы не должны думать О том Что он должен был Чувствовать Что он жив Потому что Учитель и ученик Вроде как по канону Всегда имели Жесткую связь Когда один умирает На другом конце галактики Второму становится Очень больно Которые там С этой идеей Тоже игрались Но это ладно Мы их не будем вспоминать По крайней мере Он должен чувствовать Его был все это время Не думайте об этом Не думайте Потому что По учебнику По сценарному мастерству Для третьего класса Написано Что в темный момент У героя Должен быть ревелэйшн У него должно быть Откровение Которое становится Для него эмоциональным Потрясением Даже если это Абсолютно никаким правилам Логики в этой вселенной Не поддается Не думайте об этом Происходит Точно так же Не думайте Почему происходит то Что инквизиторы Спорят о том Кто должен его взять Там что-то Что-то говорят Друг с другом Когда они должны Буквально чувствовать Что он сейчас сбегает Да пока они на него Не смотрят Ну ладно Но это не важно Да потому что Этот чел Скоро получит Мечом под дых И нормально Я не знаю Мертв он в итоге Или нет Выглядело так Как будто мертв Но при этом Повстанцы Вроде все еще канон Насколько я знаю И он там умер Я не знаю Чем все это закончится Это просто кал какой-то И так примерно Проходят ваши полтора часа Просмотра Да и следующие серии Вряд ли будут лучше Ты наблюдаешь За событиями Которые никакого смысла Не делают Не по понятиям логики Человеческой Не звездно-воиновской И ты смиряешься Ты смиряешься Что с тем Что лучше не будет Поэтому может быть Ты хотя бы можешь Какое-то ироничное удовольствие От этого делать получить Я в принципе его получаю Я надеюсь По крайней мере Что следующие эпизоды Уйдут просто Совсем в тотальный Бесповоротный шлаг Потому что так Мне по крайней мере Будет не стыдно Потому что я еще В своем видео Про трейлер Предсказывал Что примерно так Все и получится Но там я говорил Что Оби-Вана По количеству будет мало Потому что он занял Одну треть трейлера Я думал Что главным героем Будет вот сильная Независимая черная женщина Она будет всех нагибать Она будет занимать Большую часть экранного времени Оби-Вана Там будет относительно мало Пока что Оби-Вана не мало Он в большей части Сериала присутствует Это вроде как Все еще его сериал Пока что Но это все скорее всего Изменится уже В ближайшем эпизоде Или ближайшие два эпизода Потому что главный герой На самом деле Это Лея Скорее всего Прям как Кэлли Только она говорить нормально Не умеет И у нее буквально Нету никаких интересных сторон Вообще Хоть чего бы то ни было И вот эта вот Сильно независимая женщина Две сильных независимых женщины Разных возрастов Они у нас будут главными В сериале Который называется Оби-Ван Кеноби Скорее всего так и будет Однако об этом Вы узнаете в моем Телеграм-канале Потому что именно там Я буду постить Свои отзывы По следующим сериям Найти его у вас Трудание составит По ссылочкам в описании В закрепленном комментарии Коммунити растет Вам обязательно понравится Я там свои Менения поищу постоянно Вот например Буквально вчера Запостил Что я ожидаю От Fallen Order 2 Сиквел Которого объявили Хоть что-то хорошее От Звездных войн У нас получается В этом мире Но не Оби-Ван Просрали Не то чтобы Могло получиться По-другому Но вердикт Довольный очевиден Просрали все Ничего хорошего не будет В очередной раз Добро пожаловать Мир не меняется Что еще нового Расскажешь в самом-то деле Спасибо вам Мои дорогие мальчики и девочки За то что пришли ко мне Мои впечатления послушать Заходите ко мне в Телеграм Заходите на этот канал Снова и снова Подписки Лайки Комментарии Абсолютно приветствуются Никуда не деваются И не забывайте в конце концов Что я вас Моих сладеньких булочек Люблю